Добрый день, уважаемые коллеги! Я бы хотела представить вам презентацию на тему решения комплексных задач на уроках лего-технологии. На наш взгляд, лего-технология — это не только лего и не только технология. Программа лего-конструирования разработана для учащихся начальной школы возраст от 6 до 11 лет и является составной частью единой системы воспитания и развития учащихся данной возрастной группы. Основным содержанием курса является систематическое занятие техническим и архитектурным моделированием, которое формирует структурное мышление. Общая характеристика предмета выглядит следующим образом. В этом курсе все элементы учебной деятельности представляются детям в наглядном плане и тем самым становятся более понятными для детей. Лего-технология как учебный предмет по своей сути является комплексным и интегративным, поскольку здесь мы имеем возможность развивать зрительно-пространственные представления, анализы, синтез, развитие слухоречевых навыков, программирование и контроль деятельности, групповые коммуникации, навыки презентации собственной деятельности, навыки доброжелательной оценки чужих работ. Кроме того, следящая диагностика, которая осуществляется педагогом во время урока, позволяет сформулировать рекомендации другим педагогам и в том числе классному руководителю о возможных приемах взаимодействия с группой и отдельными участниками. Формы организации деятельности на уроке следующие. Индивидуальная деятельность, парная деятельность, деятельность в микрогруппах и поскольку наша школа является инклюзивной школой, то еще и учет индивидуального образовательного маршрута участников образовательного процесса. Но хочу заметить, что любая индивидуальная, а затем парная деятельность превращается во взаимодействие в микрогруппе, поскольку любая тема заканчивается вот такой вот интерактивной демонстрацией общей работы. Причем это вот как на самом нижнем слайде в нижнем левом углу, начиная с дошкольного отделения. Основные содержательные линии технической деятельности, ну я бы выделила их четыре. Это конструирование с использованием конструктора, линейки конструкторов Lego Education, основы механики с использованием конструкторов, первые механизмы и простые механизмы, проектно-исследовательская деятельность с использованием конструктора Lego Education и экспериментальная деятельность, то есть решение задач нестандартными способами с использованием конструкторов Lego VEDU или BOT, о которых говорили уже мои коллеги из дошкольного отделения. Ну, среди перечисленных задач курса, их больше, я выделила пять основных, которыми являются формирование и развитие у детей технического мышления, первоначальных основ конструкторских умений и способностей. Очень важна работа в группе, поскольку она дает возможность содержательному общению, обучению способам содержательной групповой работы и создания психологического климата, формирование дружеских отношений между детьми и умение согласовывать свою работу в коллективе, что немаловажно, и также оказывать помощь друг другу. На уроках, которые посвящены механике, происходит знакомство с простейшими законами механики и применение их в дальнейшем моделировании. Также дети развивают умение работать по чертежам, эскизам, рисункам, инструкционным картам, ну и овладение универсальными учебными действиями. Как же все начинается? Все вот эти задачи мы начинаем решать с группы подготовки к школе, когда нашим воспитанникам, приходящим к нам на занятия, предоставляется возможность расширения своего кругозора посредством взаимодействия непосредственно с конструктором Лего. И любая, опять же, хочу повторить, индивидуальная деятельность перетекает в мини-групповую и в групповую деятельность. Конструирование. То, о чем я говорил. Конструирование начинается от простого. И вот здесь на слайде представлены фотографии учащихся первого класса, когда происходит вот такое первое групповое объединение. Здесь нужно построить башню Лего. Вначале работа проводилась в парах, а затем уже в микрогруппах по четыре человека. У детей было задание, когда нужно было построить башню самую высокую, самую красивую, и изучалась тема, что такое устойчивость. После этого проводилось испытание, сравнение, то есть умение слушать, слышать, высказывать свое мнение и высказывать предположения о том, как можно измерить, например, высоту башни и определить ее размер, размер, не имея никаких измерительных приборов, тоже вот детьми высказывались такие предположения. И от простого к сложному мы идем. На учащихся третьих, четвертых классов делают вот такие групповые проекты. В частности, вот левый слайд – это башня Московского Кремля. Это работа всей параллели третьих классов. Здесь количество учащихся, которые приняло работу, принимало участие в этой работе, чуть более ста человек. Получилась вот такая удивительная работа. Кого заинтересует эта работа, потому что это не просто выполненная работа, а затем еще была презентация по этой работе, и каждая группа рассказывала о башнях Кремля, то, что они нашли в других источниках, кроме презентации учителя на уроке, информация интересная, все вот можно посмотреть по ссылке под картинкой. Поскольку наша школа является школой с этнокультурным компонентом, и наши дети знакомятся, изучают историю и традиции Израиля, то мы также не оставляем без внимания архитектурные сооружения и этой страны. Вот в прошлом году совершенно удивительное получилось у ребят из третьего класса, это тоже вся параллель третьих классов работала, они делали ворота Иерусалима. В настоящее время видеофильм про эту работу находится в стадии монтажа. И надеюсь, что когда он закончится, мы тоже сможем в Ютубе его выложить, и вы сможете с этим ознакомиться. На данном слайде представлена работа первоклассников, опять же, вот конструирование от простого сложного, но я про это быстро в нескольких предложениях расскажу. Когда мы начинаем, допустим, тему про человека, в паре дети делают вначале фигуру прямо настоящего человека, затем фигуру идущего человека, и затем уже фигуру из взаимодействия двух фигур, которые выполнены группой из четырех человек. Но вот, к сожалению, на этом снимке почему-то оказалось только двое детей. Но, тем не менее, это работа четырех детей. Основы механики. Основы механики представляют собой знакомство с основами механизмов и идут по четырем основным темам. Это блоки, рычаги, колеса и шестеренки. Вся работа в этом цикле заканчивается творческим проектом, безусловно. И вот здесь на слайде в верхнем правом углу представлен творческий проект, когда учащиеся уже изучили все основы, так скажем, механики, взаимодействие колес, рычагов и прочее. Им было дано задание выполнить, придумать, конструировать и испытать машину, которая бы из прямых вот таких полос бумаги делала гофрированную или завитую такую бумагу, с чем они справились очень здорово. Потом эти все завитые листочки бумаги были использованы по назначению. Была сделана шапочка клоуна, были сделаны маракасы, которые дети потом используют, собственно говоря, по назначению, поскольку, в частности, вот эта работа была сделана перед первым апреля, вот день смеха, и вот они ходили такие довольные и счастливые. Кроме всего прочего, расширение своих знаний происходит и в дальнейшем, и только в первом классе они знакомятся с основами механики. Дальше во втором, в третьем и в четвертом классе вот это развитие получают через конструкторы простые конструкции, простые механизмы и на использование конструкторов лего-виду. Каждая работа, опять же, заканчивается творческой деятельностью, то есть ребенок что-то придумывает сам, использует и показывает, демонстрирует это. Экспериментальная деятельность, ну, про это уже коллеги говорили, совершенно удивительный прибор, это механизм, инструмент, как хотите, перворобот V-Bot. Мы его начали испытывать пять лет назад. Это вот такая вот конструкция, которая представляет собой, ну, действительно, робота похожего на пчелку, имеет четыре кнопки управления вперед-назад-вправо-влево, кнопка удаления и кнопка пауза, и зеленая кнопка старт. Ну, вот когда мы начинали работать, было незначительное количество полей, в котором робот этот ездит, у нас есть выполненные нашими педагогами поля, и, ну, вот дети тут проходят различные испытания, преодолевают препятствия и так далее, то, о чем уже рассказывали коллеги. Ну, и самое, на мой взгляд, ой, простите, почему-то здесь, а вот, и самое, на мой взгляд, интересная работа, это когда групповая работа, нужно, ну, мы называем это танец роботами, ну, вот просто позволю вам показать. Ну, совершенно удивительный этот робот, его можно использовать в неограниченных возможностях, поэтому про это можно говорить долго, есть целая методичка разработанная, поэтому вот про это можно отдельно, если кого-то заинтересует. Ну, и, пожалуй, еще один очень важный аспект нашей работы, поскольку наша школа инклюзивная, и в нашей школе учатся дети с особыми возможностями здоровья, и в частности дети с расстройством аутистического спектра, то мы этим детям уделяем большое должное внимание. На уроках лего-технологии эти дети включены в работу со всем классом, да, с группой класса, и выполняют работу по той же теме, по которой работает весь класс. Единственное, что необходимо сделать педагогу, это подготовить и адаптировать учебный материал для каждого ребенка. Ну, вот непосредственно для вот этого ученика, который работает по этой программе с учетом индивидуального его образовательного маршрута, разрабатывается целая система вот такой маршрутной карты. Для начала ребенок знакомится с педагогом, и это достаточно длительный процесс, когда он запоминает, как зовут учитель, на каком предмете он находится. Затем у него есть инструкция, что он будет делать сегодня. Вот в частности здесь он должен взять коробку, приготовить детали, в коробке лежат детали, ребенок их собирает, затем он получает определенные схемы и начинает выполнять пошаговую инструкцию. Выполняет пошаговую инструкцию, у него получается модель, которую он должен собрать, и в конце рефлексии он пишет отчет и показывает этот отчет учителя. Заготовка отчета тоже делается педагогом до начала занятий. И к каждому уроку, ну, собственно говоря, вот таких адаптированных материалов для каждого ученика, который находится в этом классе, вот собирается целая такая вот папка, целое портфолио такое большое для этих учеников. Ну, вот, собственно говоря, если коротко о том, что происходит на уроке технологий, почему технологии – это не просто технологии, а нечто большее, я бы хотела вам сегодня рассказать. Поэтому благодарю вас, спасибо за внимание.